Всем добрый день! Меня зовут Татьяна и вы на канале о вышивке крестом. Сегодня я хочу вам показать свои продвижения по тем процессам, которые я вам показывала в предыдущем видео и показать организацию хранения своего бисера. Это случилось так для меня неожиданно, потому что я поймала вдохновение снять видео и тут моя коробка с бисером стояла под руками, поэтому я решила, думаю, почему бы не показать. Я люблю перебирать бисер сама, мне нравится им вышивать, его покупать, его рассматривать. Для меня это гораздо интереснее, чем ювелирные изделия. То есть для меня это такие мои драгоценности. Давайте, наверное, начнем, быстренько пробежимся по тем процессам, которые я вышивала за эти две недели. В принципе, ничего нового вы не увидите, просто, скажем так, отчитаюсь я, что же я делала эти две недели. Сейчас мне надо будет снять накидку, потому что я один процесс убрала. А когда мы с вами расстались в прошлый раз, я показывала, что я вышиваю этот процесс от Хэнзэ Кросс. Я довышивала нижнюю полосу, то есть у меня осталась боковую часть, и то есть уже подниматься вверх. Но съемка видео, она всегда очень вдохновляет на то, чтобы взять что-то другое. У меня это срабатывает каждый раз. Как только я покажу какой-то процесс видео, дальше продолжать мне уже его не хочется. Почему-то, я не знаю, так работает всегда. Поэтому я дошила в прошлый раз бордюр, нижнюю часть даже, вот видите, не перешла на боковую часть. И поскорее его закрыла, несмотря на то, что я так вот, в таком ажиотаже его вышивала. Но сейчас переключилась на другой процесс. Его я вам показывать не буду, потому что он у меня на раме. И я думаю, что вам самим будет не очень интересно его сейчас смотреть. Потому что лучше посмотреть его в законченном виде. Я все-таки надеюсь его завершить. То есть у меня такие планы. Это вот гранаты от РТО. В прошлый раз я вам показывала о том, что у меня где-то была половинка... Ну вот так где-то у меня было вышито. Потому что сейчас я поднялась. То есть я вот эти все гранаты довышивала, перешла на красный и уже тут иду по фону. Мне напомнили про мою примету с этими гранатами. Если честно, я прям вообще про нее забыла. И вы знаете, так интересно это совпало. Моя примета, вот кто не в курсе, кто, может быть, недавно подписался. Я эту работу начинала в девятнадцатом году. И в какой-то момент я обратила внимание, как только я эту работу вышиваю, у меня начинаются проблемы со здоровьем. И на протяжении этих, ну уже можно сказать, пяти лет, у меня очень серьезная проблема. Ну не очень решаемая, но проблема с кровью. И вот пять лет я не могла их никак решить. По-разному к разным врачам ходила, обследовала весь организм. И у меня был гемоглобин 60-70, я никак его не могла поднять. У меня сильная аллергия на железо, на железосодержащий препарат. Даже какие-то природные, да, скажем так, всякие выжимки и всякие испант оленей, рогов из крови, животных и так далее. То есть вообще ни в каком виде у меня организм не воспринимает. А из еды на самом деле очень сложно поднять железо и гемоглобин. Отвлеклись от медицинской темы. Короче, я совсем про это забыла. Тут, знаешь, у меня одна зрительница напомнила, типа, Таня, аккуратно. А я как раз еще забыв, еще не вспомнив про вот эту примету, я как раз сейчас нахожусь в таком очень решительном настрое решить эту проблему со здоровьем, да. То есть я прямо уже решила эту историю завершить до конца. И тут я как раз мне напомнили про эти гранаты. Думаю, как раз все совпало. То есть я вышиваю, дошиваю эту работу. Мне осталось там 30%, у меня сейчас по 70% с желанием, с надеждой, с решительностью решить свои вопросы с кровью, со здоровьем и так далее. Поэтому я не хочу ее, эту работу, откладывать. Я хочу ее завершить. Тем более здесь, в принципе, осталась достаточно легкая часть. Мешанина практически вся ушла. Но, опять же, соблюдая историю о том, что как только я покажу, у меня теряется интерес к работе. Поэтому я ее с рамы не снимаю. Я хочу ее закончить. И тогда уже в конце года я вам покажу ее завершенно. Так что этот процесс у меня сейчас в основных. Из дорожного процесса у меня, в принципе, тот же процесс, что и был. Я прям даже, знаете, сейчас сумку свою принесла. Не успела его достать. У меня вот все это хранится вот в такой вот замечательной сумке, в моем органайзере дорожном. Опять же, это те же самые мои бараны. Тут у меня ниточки хранятся, значит. В принципе, я тоже здесь на финишной прямой, потому что... Ниточку уберем. Уберем. Потому что... Вот так у меня сейчас здесь... Здесь мне даже уже не нужна схема. Я сделала весь... Как это называется? Забыла слово, вылетела. То есть я вышила темным цветом весь контур. Мне и вышила те цвета, которые нужно было вышивать по схеме. Вот эти сердцевинки, да, в цветах, в боковых элементах. Барашек у меня тоже вышит уже. И мне осталось только дозалить. То есть мне осталось залить цветы и боковые элементы красным. Зеленым залить бугорки. И залить одного барашка. Ну, тут получается двумя цветами. Один молочный с переходом, другой цветом DMC. В принципе, тут можно вышивать без схемы. В принципе, почему у меня этот процесс и дорожный, да, что когда я нахожусь где-то в дороге, да, и у меня есть время повышивать, то есть я беру и вышиваю без схемы. Это очень удобно. И с одной стороны, мне как бы и хочется завершить эту работу, да, но с другой стороны, и найти такой более удобный процесс я вряд ли смогу. Он небольшой, приятный. Что вам хочу сказать? Наверное, это один из немногих процессов, которые можно вышить без ущерба для самого дизайна подбором. Потому что, да, здесь используются нити ручного окрашивания, виксы, визавекс. Но здесь такие элементы, такие цвета, что их можно вообще совершенно без ущерба для дизайна заменить. Сейчас найду. Как помните, да, у меня не оригинальная версия. Здесь надо фон зашивать темным цветом, вот этим ониксом. Я решила поступить по-другому. А контур вышивается черным цветом DMC 310. Я решила 310 не использовать, а как раз контур вышить более мягким ониксом. Цвет оставить основы. У меня это конфедерат грей от Wixdawest 36 каунта. И все остальные нити у меня по ключу. А, нет, единственное, что вот этот молочный у меня другой. Подбором я его вышиваю. И вот, в принципе, здесь все нити можно брать подбором. Потому что, например, вот эти два цвета, Hazel над HP, их можно вообще не обязательно брать ручного окрашивания. Они используют вот в сердцевинках цветов и здесь. Переходы здесь видны, ну просто минимальные. Вот только вот в этом центральном цветке, в сердцевинах цветов, и этих переходов не видно. То есть, можно из тех цветов, которые у вас есть, это такие вот теплые, желто-рыжие, песочные печенечные цвета, печенек, да, цвета, выбрать и спокойно вышивать. Красный Red Rocks, кстати говоря, мне кажется, мне его не хватит. У меня тут был целый моток, осталось, вот видите, совсем ничего. А мне надо еще тут позашивать. Я думаю, что если мне не хватит, то прям совсем-совсем впритык. Но большое подозрение, что не хватит. У меня есть в другом каком-то дизайне эта нитка. В принципе, не проблема. Я хочу сказать, что эту нитку тоже можно вообще заменить, потому что она практически без переходов. И я думала, что, может быть, это у меня такой один моток достался без переходов. Ну, бывает, у меня есть такая партия покрашена. Но нет. Она у меня... Это уже не первый моток, который от Рокса. И здесь, вот видите, я не знаю, словят камеры или нет. Здесь есть переходы малиновые и кирпичные. То есть красный, холодный и теплый. Когда ты вышиваешь, только при определенном освещении, при определенном угле, и туда же это вот, ну, не видно. Поэтому это можно взять на прям нити ручного окрашивания наших девочек какой-нибудь красный цвет. Или вообще взять близкий ну, ДМС или какой-то гладкокрашенный цвет. Без... Ну, не обязательно, да? Цвет какао тоже, я считаю, что не обязательно покупать с переходами цвет, да? Вот этот дорогой. Потому что им вышиваются вот ножки, туловище, ушки. Рот, хвостик у барашков. И тоже переходов не видно. Несмотря на то, что вроде бы кажется, что здесь есть переход, но они есть, да? Но так как здесь не плотная какая-то зашивка, да, большим объемом, поэтому вот на вот этих тонких линиях ну, это практически не считывается. Да, обязательно нужен с переходом молочный цвет, обязательно нужен с переходом зеленый. зеленый тут двух цветов. Это что у нас? Саша и Оскар. Их, они нужны с переходными, но опять же, вот здесь подбор такой, что Саша посветлее, вот в листочках, да? Оскар, он потемнее, вот в этих холмиках и ветках. Ну, тоже, может быть, их только надо купить, да? Потому что на самом деле они хорошие у них покраски, то нет, что, говорит, лесок смущает. Вот видите, какая получается корка, вот как раз мне нравятся такие переходы, не ярко выражены, но при этом переходы видны, не контрастные. Вот, ну, может быть, я их купила по ключу. Все остальное, ну, и вот этот оникс все-таки тоже, я считаю, что его сложно подобрать. Если, предположим, вы даже выбираете тот вариант, как у меня, на нем видны переходы, сейчас, потому что у меня тогда не так заметно, на нем видны переходы, и он такой, знаете, пыльный, серый. Вот эти цвета, на самом деле, очень сложно подобрать. И когда красят наши девочки, я как-то рассказывала, да, я не знаю, из-за чего это связано, у них как-то поярче, а здесь прям пыльно-пыльно получается, не ярко. Ну, вот, может быть, его бы я еще взяла. Это, кстати, по-моему, уже второй моток у меня. Оскар, или один. Ой, не помню, девочки. Я выкладывала, я просто лишний сразу выкладываю, но сейчас уже точно не скажу. Вот, поэтому, мне кажется, это такой дизайн, который можно здесь поиграть, а не обязательно вышивать всеми нитями по ключу. И он достаточно яркий, легкий, интересный, нескучный. то есть, я прям получаю удовольствие от него. Это у меня сейчас в дорожных процессах. Поэтому, тоже он как бы, на самом деле, здесь вышивать вот нет ничего. Если сесть, можно вышить за два дня. но, сами понимаете, да, это дорожный процесс непредсказуемо, где удастся присесть, присесть на пенечек и повышевать. Дальше. Дальше я вышивала мелхил. Я вышила подбором орешек. И, вам хочу сказать, в очередной раз мелхилу обложки создают враги. потому, что, когда, значит, я смотрела на этот орешек, на обложку, что я видела? Я видела, значит, здесь золотые бусины, коричневые бусины и коричневые стразы. Все. Больше я здесь ничего не видела. А, оказывается, во-первых, они не коричневые, а красно-коричневые разных оттенков. Здесь есть узор. Это все переливается. А тот бисер, который, я думала, с сердцевины будет золотым, а он такой матовый, мелкий, аппетитный. Очень красиво это все дело смотрится. Красиво получился такой, знаете, царский орешек. С обратной стороны у меня фетра, как обычно, магнитик. Это прям мои любимые игрушечки. Я не знаю, мне это находит вот это желание повышевать эту мелочь блестящую. Ничего с собой поделать не могу. и этот орешек легко вышить подбором, потому что здесь четыре цвета бисера. И для сравнения вам показываю, не удержалась я. Начала другой процесс. как она? Ювелирная тыква, да, или там тыква с украшениями. Какую можно перевести? Так. Вот так попробую вам ее показать. У меня, значит, здесь оригинальный набор. Вообще-то наборы, я так понимаю, старенькие. Вы знаете, как я это понимаю? Потому что здесь в схеме неимоверное количество бисера. то есть прям видно, как развивается компания, что сначала у них были только бисерные наборы, потому что они нашли производителя в Японии и бисер был очень, видимо, дешевый. И они его маркировали под своими номерами и делали. Вот смотрите, здесь сколько бисера? Четыре, восемь, по-моему, здесь оттенков, еще не помню. Шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь оттенков. Но здесь еще, видите, четыре было украшения. И то есть достаточно такой богатый набор. Бисера было уже, так как это перевыпуск, прям совсем чуть-чуть, но всего хватило. То есть у меня по несколько бисерин каждого цвета, но осталось. И здесь так интересно, что, например, вот фиолетовый бисер, вот этот и вот этот это разные два цвета. например, в этих хвостиках один и второй это разные. Чтобы попробую сфокусировать. Вот эти, например, вот и вот этот. Посветлее и потемнее. У них разница буквально что-то цвет 27,6 и 20,78. То же самое у нас с оранжевым бисером. Вот этот, который посветлее и тот, который вот здесь потемнее аппетиты. Они прям очень-очень близки. То есть настолько близки, что можно было бы, мне кажется, даже аппетит 42,028 и 42,023. То есть в принципе даже, мне кажется, можно было одним цветом. Потому что даже вот я вживую смотрю, там прям очень-очень незначительная разница. И вот такие кстати наборы невыгодно собирать. Только если, например, у вас все эти цвета есть в наличии, а вот даже докупать тоха, да, то есть получается дорого, слишком много позиций. и здесь вот эти раз, биконус, два, сердечко и третий биконус. Вот. Тоже получила несказанное удовольствие, оформить еще не успела. Никогда мне было. здесь вот такие вот шесть цветов нити. Осенний, осенний, красивый. Понравилось мне использовать для таких маленьких мелхилов вот такого вот органайзера вот Аги-бокс. просто вообще фантастически приятный. Как раз вот от органайзера для бисера там наклейки и вот я их сюда использую, чтобы не запутаться. Сейчас, в принципе, уже можно отклеить, чтобы не оставалось следов. Он, тут легко снимается. так что это вообще с одной стороны удобно использовать как дорожный процесс, да, но я не смогла оторваться, я его вышла за два вечера дома, потому что он такой достаточно, ну, ковырятельно неправильное слово, но много достаточно бисера, чтобы они близкие по цвету и тут это в дороге особо не повышеваешь. И так как вот у меня этот бисер, я докупала для орешка, у меня оказывается не было в наличии нужного оттенка, что-то так я еще белочку захотела повышевать тоже подбором, короче, что-то с этим бисером так заморочилась, и у меня тут досталась моя коробка, сейчас пару слов буквально скажу про свое хранение, дело в том, что я где-то уже года полтора тому назад немножко переорганизовала свои запасы. Запасов у меня очень много, прям неприлично много, да, и я это прекрасно понимаю, я понимаю, что это не совсем здоровая история, но на данном этапе я вот пока с ними живу, когда-нибудь, наверное, я их вышлю, когда-то продам, то есть я не думаю, что они со мной там идут всю жизнь, хотя кто его знает, да, чем мы будем зарекаться, вот, но пока что вот так, и, естественно, это много занимает места, это надо как-то хранить, а я люблю, чтобы это все хранилось аккуратно, и я в телеграм-канале рассказывала историю о том, что у меня дома четверо мужчин, которые все время наводят хаос в квартире, и, то есть, даже когда ты ходишь постоянно за ними, все это убираешь, при том, что я не могу сказать, что они у меня неприучны, да, к чистоте, но все равно мужчины есть мужчины, и это не те вот эти педантичные мужчины, знаете, полотенце в ванной поправляют, чтобы оно ровно висело, нет, это не наш вариант, и, мне это, конечно, очень выводит из равновесия, поэтому, вот, мои запасы, мои рукоделия, это, вот, мой островок спокойствия, структурности, порядка, и, поэтому, здесь у меня все прям по полочкам, я могу закрытыми глазами или чужому человеку сказать, куда надо залезть, в какую коробку, и что достать, так комар прилетел, и у меня все это хранится прям вот, как на складе, и хранится у меня все это в архивных коробках, я где-то года полтора для себя их открыла, мне это оказалось очень удобно, и я переорганизовала комар, я переорганизовала свои запасы, теперь у меня все хранится по производителям, даже, там, начатые процессы с новыми, мне так оказалось удобнее всего, я по-разному пробовала, и вот, коробка с бисером, с украшениями, с трежерсами, у меня недавно досталось, так как я, значит, с этим бисером работала, раньше у меня все это было вот прям в ближайшем доступе, то есть ты разворачиваешься, где-то полки, ты не вставая с креслом, ну, можешь все это достать, сейчас у меня все это по-другому, я все убрала в коробке в шкаф, и каждый раз теперь это надо доставать, с одной стороны, это для того, чтобы не начинать спонтанно, не обдуманно новые процессы, все-таки это надо достать, найти, то есть это занимает какое-то время, и это может быть даже в какой-то момент меня будет восстанавливать, но я так себе надеюсь, ну и, короче, на данный момент мне сейчас так удобно, и, значит, хотела бы вам показать, как у меня хранятся эти все мелкие принадлежности, да, это занимает больше места, потому что вот в этой большой архивной коробке у меня еще 33 коробочки, и, естественно, что, например, что я вам скажу, они все разные, и они, то есть это коробка с бисером, там еще есть куда что положить, и она, конечно, занимает место, да, но зато все аккуратно и легко находится, сейчас я вам покажу, как у меня все это организовано, потому что, возможно, я это когда-то показывала, но со временем, вы знаете, это все, конечно, запасы увеличиваются, и мне даже само потом бывает интересно посмотреть эволюцию, своих запасов, упс, и своего хранения, значит, как у меня хранится бисер, у меня бисер хранится вот в таких органайзерах, раньше это были американские органайзеры Дарьи из компании, потом компания закрылась, потому что китайцы начали их выпускать и продавать на Алиэкспресс гораздо дешевле, здесь у меня несколько таких органайзеров, вот это конкретно под Милхил, здесь у меня остатки от наборов, я остатки практически не продаю, крайне редко, и все остатки я разбираю по вот этим маленьким контейнерам, потому что, во-первых, я ими потом пользуюсь, когда подбором вышивать, конечно, хорошо подбором вышивать, когда у тебя уже большая коллекция, нет, комар сегодня, даже вот вроде бы казалось, что у меня большая коллекция, но вот все равно приходится докупать, и у меня, значит, с чего тут вся эта история началась, да, у меня здесь было подписано либо перманентным маркером, либо от руки на наклейках, ценниках таких небольших, мне это не нравилось, но для меня это было все неаккуратно, а тут, значит, до меня дошел прогресс, Юля рассказала, что есть, Юля нашего шевальства, Юльке большой привет, рассказала, что есть, оказывается, принтеры для наклейки, для меня это вообще была новая совершенно информация, я про это никогда не слышала, не интересовалась, да что ж такое-то, а? И, конечно, это я вообще, когда про это услышала, что такое существует в природе, конечно, я сразу побежала смотреть, я вам сейчас покажу, первый я купила принтер вот такой, это очень удобная штука, вот я даже для примера вам тут оставила наклейку, их огромное количество на Алиэкспрессе, на Валбесе, понятно, что на Алиэкспрессе они будут подешевле, но, если честно, я не сравнила, мне надо было срочно его купить, их там несколько вариантов, они отличаются по размерам наклеек, которые они делают, и вы загружаете приложение в телефон, в котором вы делаете нужный вам формат, можно одну большую надпись, можно много маленьких, вот мне было удобно делать вот так вот, то есть по размерам сюда, да, и я печатаю, и я печатаю те номера бисера, которые мне нужен, разрезаю и приклеиваю, конечно, у меня получается, что мне нужно печатать, чтобы было кратно 4, но тоже не всегда, не обязательно, занимает это мало места, очень удобно, качество печати вполне терпимое, наклейки отличные, не отклеивают, вообще, ну просто, я никогда так не радовалась приходу цивилизации, да, и прогрессу, то есть для меня это прям вот было спасение, потому что я мучилась с этими наклейками года два, я даже видела, что продаются листы с номерами мелфиона, что-то было очень долго, и, короче, пока я думала, вот видите, прогресс зашел, услышал меня, и вот появились такие принтеры, потому что, но мне такие наклейки, знаете, не очень удобно, потому что это же не то, что у меня сразу вся палитра бисера появилась, то есть тебе нужно постепенно, постепенно какие-то номера, может быть, какие-то где-то дубли, где-то там сделать свои пометки, потому что, то есть у меня без букв это мелхил, а с буквами D это вот, D или как, G это гамма, да, то есть, ну какие-то есть мои индивидуальные пометки, которые я понимаю, и, конечно, хорошо, когда это вот можно сделать, нести правки, то есть это прям для меня оказалось очень-очень удобно, значит, это вот мой первый органайзер, но он, видите, уже заполнился, и сейчас вот я вышивала, и у меня вот новые появились цвета, которые как раз в перманентном маркерах я их подписала, но еще на них этикетки не печатала, а здесь у меня уже здесь гамма, здесь делика, и вот тоха разложена, очень удобно, наглядно, все ты сразу видишь, даже не открывая крышку, да, то есть для меня это прям вот спасение, у меня еще третий есть бокс, новый, еще в коробке, вот как раз для мелхилы, я понимала, что мне уже маловато, да, и сейчас толпу у меня много лежит новых пакетиков, которые тоже рано или поздно надо пересыпать, поэтому я давно уже прикупила, еще до повышения цен, у меня в запасе лежит, значит, то есть это вот история с принтером, а потом, значит, я узнала, что газовый еще бывает принтеры побольше, вот такой, значит, он больше, я вам покажу, и как раз его я использую для маркировки своих коробок, раньше у меня это было просто подписано, вот так, он будет, и тебе нужно немножко мизолятором, здесь уже этикетки побольше, тоже вы можете выбрать там формат, рамочки, не рамочки, рисунки, смайлики и так далее, то есть что вам нужно, размеры, то есть это все очень-очень удобно, я тоже быстро купила, не смогла успокоиться, пока все свои коробки не подписала, потому что до этого у меня было все написано от руки карандашом простым, ну, не очень эстетично, не всегда наглядно, а сейчас я подписала, и вообще счастлива, не знаю как, так, значит, по поводу бисера я вам показала, да, то есть вот начатые коробки, начатые пакеты я пересыпаю вот в эти органайзеры, для меня это прям палочка-бручалочка, сейчас, секунду, у меня простудок места очень много, также у меня еще лежит вот такая вот коробка от Sunflower, девочки мне сделали такую именную, спасибо вам огромное, подарили на прошлую форму вот такую замечательную вообще коробку с рукодельным улем, да, и здесь вот мои сокровища, тут недавно тут приобрела бисер и тоже подбирала бисер в замену Милхилу, какие-то я сомневалась, набрала по несколько позиций, потому что Тоху, конечно, стоит, он в два раза больше, чем Милхил, потому что здесь 10 грамм, а в стандартных коробочках тут 5 грамм, и стоит он в разы дешевле, и поэтому это давно не все, я сразу купила, да, мои старые запасы, конечно, когда ты сомневаешься, потому что иногда бывает под один номер Милхилу подходит, ну, или пишут, да, что несколько номеров Тоху, и поэтому приходится брать несколько вариантов. Я покупаю на Милодии бисеров, и здесь невероятно удобны вот эти пакетики, то есть, в принципе, в них можно так и хранить, потому что здесь вот эти зип-замки, которые открываются, да, ты можешь пользоваться, доставать и обратно закрыть. Все, никуда у тебя ничего не денешься, то есть, это на самом деле тоже очень удобная история. И здесь у меня хранятся новые упаковки, например, Тоха, у меня здесь есть гамма, вот, видите, например, что-то я либо искала, покупала в Леонардо, что-то, или, например, сейчас мы были в Вологде, и я зашла там в рукодельный магазин, тоже, знаете, так интересно, мы шли с мужем, гуляли в первый же день, в первый же вечер по городу, ну, идем, значит, просто смотрим по сторонам, что вдруг я вижу магазин, и мне он сразу название бросилось в глаза, назывался он магазин Арго, я иду, почему-то я за него зацепилась, и шла прямо дома, интересно, Арго, наверное, магазин армянских продуктов, почему-то я в голове и стала об этом думать, интересно, в Вологде пользуется ты спросом армянские продукты, и что-то, вот, короче, на эту тему я стала думать, а потом, когда прошло несколько дней, я решила посмотреть, есть ли в магазине, ой, есть ли в Вологде рукодельный магазин, и оказалось, Арго, это самый большой рукодельный магазин в Вологде, и вообще, наверное, это один из самых больших рукодельных магазинов в провинциальных городках, то есть, если будете, обязательно сходите, и там продавался бисер Тоха, который был не очень дорогой, он был стоил, по-моему, меньше 100 рублей, или 100 рублей, ну, то есть, сейчас таких цен нет, у них здесь нет, а, вот они, например, мне, знаете, они были на кольцах, и они не снимали с колец, а просто так вот срезали, у меня прям, я набрала, вот просто те цвета, которые мне приглянулись, ну, потому что была очень хорошая цена на них, вот, поэтому, ну, бывает такое, что я покупаю, не для чего-то, вот, ну, зашла в магазин, чтобы не с пустыми руками выходить, взять, ну, сейчас, конечно, так не сделаешь, потому что для Нарда цены на тоху очень высокие, это, и старые все мои запасы, это, значит, видите, винтажный бисер, что-то я купила, он недорого, стоил, 120 рублей, а что-то мне давали в подарок, это в Гринберде, видите, тоже интересно такое, причем неплохого качества, тут это маленькое количество было цветов, вот, но я взяла пакетику, так, для общего развития, скажем так, это вот, причем некоторых оттенков, видите, у меня прям дубли, а, ну, потому что два я уже везде купила в Кокас-Вологде, вот, этот разговор о том, что я не люблю фиолетовый цвет, поэтому у меня три пакета, да, красивый бензиновый, там, перед ним, они, конечно, бисерок вообще, я могу, чесаем сидеть, рассматривать, вот такое количество коробочек у меня от Милхилл скопилось тоже, когда-то, например, я покупала вот Магнифик несколько упаковок, это в прошлом, по-моему, году, тоже еще до повышения цен, в Бабушкином, ремесле, магазин, была скидка на Милхилл, в том числе на бисер, я купила просто из наличия несколько коробочек Магнифики, потому что посмотреть, мне никогда ее не было, и мне интересно было, что это за такой волшебный бисер, вот, но потом я поняла, что на самом деле, это Миюки, тоже японский бисер, да, вот, Миюки определенный, там тоже есть категория, там есть и круглые, да, и это 11-й Делико, так, то есть, в принципе, если вам нужна магнифика, которую сняли с производства, то есть ее надо искать в, если вам нужна, да, если нужна магнифика, надо искать ее в Делике, в Миюке, но единственное, что я не видела карты перевода, то есть это вот хорошо, если у тебя есть сравнить, да, с чем, или вот так наглядно посмотреть, самый красивый, самый редкий бисер, Миюки, который сняли с производства, это 50, 150-70, вообще просто, он такой фантастический, вроде, ну, что-то молочное, с перламутровым оттенком, а вы знали, да, что есть бисер с натуральным золотом, покрытием, он, кстати, продается в Гринберде, и по-моему, в Мелодии бисера, он просто стоит, там, около 2-х или 3-х тысяч за, 5-х или 10 грамм, это просто у меня, когда-то я купила в магазине, из Эджи, просто из наличия, тоже для общего развития, посмотреть, ну, стоит, не стоит, нужно, не нужно, вот, так, и что из интересного, вот, надо посмеяться, это, знаете, да, наверное, эту историю с полосатым бисером, он когда-то был, выпускался, наверное, он все-таки выпускался в Тухо, я думаю, в Пресиосе, и он используется на, ну, все его в основном ищут для, снятые давно с производства, без корню, от Just None, Mary Fifteen, рождественская, и там вот используется вот такой полосатый бисер, но, дело в том, что даже Пресиосу, которую заменяли, и использовали для подбора, ее давно сняли с производства, и я как-то увидела в каком-то магазине, я среагировала на то, что он полосатый, и не среагировала на размеры, а они, представьте, такие огромные бусины, пришли восьмого, наверное, размера, не знаю, прям и пятого, ну, прям огромный, ну, так-то лежит, не знаю, для чего теперь уже, и недавно, я, кстати, купила Пресиосу, вообще за вменяемые деньги на Авито у девочки, так что, кому надо, ищите, там найдете, на Авито, еще из интересного вам хочу здесь показать, ну, здесь у меня Тоха и Миюки, которые я покупала, просто в Гринберде тоже, когда заходила, вот новый бисер, еще его не пробовала, такой красивый, я его пересыпала в баночке, на самом деле, он был в бумажных, ну, не бумажных, в прозрачных пакетах, купил на Валбрис, это бисер Мацума, по-моему, как-то он так называется, просто забивайте японский бисер на Валбрис, найдете, он стоил недорого, мне было любопытно тоже его попробовать, смотрите, я больше люблю мелкий бисер, чем плурусный, поэтому всегда стараюсь брать пятнашки, вот прям очень неплохого качества, единственное, что вот в этом бисере, в белом пакете, ой, не в белом, прозрачном пакете, была, как бы, знаете, стеклянная пыль, и я что-то подумала, что, наверное, он может ломаться, крошиться, этот бисер, но потом, когда я стала рассматривать, когда я пересыпала, вроде бы не было там проблемных бисеринок, может быть, это просто вот, хотя, это мне кажется, сейчас тоже видно, ну, вот не знаю, то есть, я еще его не пришивала, то есть, у меня какие-то вот есть сомнения по поводу него, но выглядит бутылочкой замечательно, ну, что тут еще, в принципе, все остальное, я вам покажу, тут крупный, тоже вот, такие красивые, крупные буси, не знаю, для чего, мы были, когда Саня, она говорит, бери, ну, конечно, такие, знаете, гранаты золотые, вот, все это я люблю использовать, когда вышла подбор, у меня много планов, мало времени, вот, но я надеюсь, когда-нибудь это все будет использоваться, и мои планы, да, для этого всего когда-нибудь осуществятся, говорит у нас Сусанна, так, это мы с бисером, то есть, здесь у меня лежат новые коробочки, и самая красивая коробочка, это коробочка вот такая деревянная, от Сергея Оршакова, я когда-то у него покупала этот, что это, ящик, коробка, да, она рассчитана, что туда будет оформляться вышивка, но с вышивкой у меня никак не складывается, при том, что у меня уже выбран процесс, дизайн, который я сюда хочу оформить, никак не вышли, правда, но, вы знаете, когда я начала сюда складывать вот эти все свои сокровища-блестяшки, сюда здесь, когда стеклянная крышка, то что-то мне не захотелось уже сюда вышивку оформлять, потому что ты сразу видишь, что у тебя здесь богачество лежит, да, здесь у меня хранятся всякие биконусы, причем биконусы у меня здесь разные, это с Алиэкспресс, я покупала, видите, в одном магазине, они мне прислали, запаковали вот таким вот образом, и мне пришлось самой подписывать название, как вы знаете, сейчас сложно купить биконусу вот с таким вот ебинопылением, потому что Сваровский сняли их с производства, и несложно купить вот обычные стеклянные, то есть их можно там и чешские, и не чешские, и пикайские, всякие разные стеклянные покупать, вот, у меня вот еще есть старых запасов, что-то на Авито закупала, которые продавали, вот, такие вот матовые есть, но вы знаете, я считаю, что вот недавно я, просто когда у меня недавно была закупка, я смогла там найти, тоже это был написан в Сваровске, вот как раз с этим единым пылением, то есть не просто вот эти стеклянные, да, вот такие вот, блестящие, так что я вот не поняла, то ли они модернизировали производство, вот, и совершенно, кстати, недорого, не так, что на это 2 рубля и бисерина, ой, это вообще тоже, блин, это в Гринберт она зашла, вот такие, там продаются, боже, Таня, как-то, ниточки со всякими блестяшками, которые ты, когда проходишь мимо них, ну, вернее, пройти ты мимо них не можешь, и тоже, так как цена там вполне адекватная, да, то есть, тут это дорогая, 600 рублей, вот, я помню, что было там недорого, были какие-то там и по 100 рублей, вот, этот бисер, о, не бисер, это джемчуг, вот, по-моему, это джемчуг даже натуральный, хотя я сомневаюсь, там такие вот красивые, ну, конечно, все это надо смотреть, живет, потому что камера съедает, не знаю, с процентов 70 всей этой красоты, такие бусины, я брала взамен, бусин в наборах Dimensions, потому что она не пластиковая, это металлические, мне кажется, они по-лучше покрытие здесь, вот, то есть, мне все это прям надо-надо, но когда, не знаю, это коннитель мне в подарок, в Green Burley когда-то положили, ну, тоже, видимо, а, нет, не подарок, это я купила, а зачем, не знаю, а, я вспомнила, у меня была там одна идея, но мне не подошло, так это лежит, вот такие вот, тоже, посмотрите, какие, ну, как вот, не мог найти, ну, то есть, вы понимаете, да, не за один раз все это было куплено, и вот тут у меня всякие, вот тоже, замена, Bussin Dimensions, тоже, мне кажется, подложено быть хорошее, стиралось, это когда, нет, это с Алиэкспресса, для подвесов, для новогодних игрушек, для подушечек, подарок положил, это Тьерра Каста, покупала я, тоже, в надежде, что я буду концевить, ну, не концевики, а сверху сделать, лежат пока тоже до лучших времен, потому что, далеко у нас не знаю откуда, в подарок мы тоже дали, круто, как крупные пресиозы, крупный такой бисер, но это вот для подушечек, всякие новогодние, Тен Алиэкспрессе покупала, тоже на пробу смотрела, ну, на Тен Алиэкспрессе дороговато, я вам хочу сказать, если брать именно стеклянные, да, вот это тоже очень красивая, нити в Гринберде я покупала, тоже в Гринберде, ну, то есть, понимаете, да, это всякие разные, тоже для подбора, какие-то у меня есть под конкретный дизайн, вот здесь, например, этот колокольчик, я планирую вышить когда-нибудь у маленького барашка от Милхил, тоже набора не хотела покупать, там, в принципе, не очень много бисера, можно его, ну, вышить подбором, вот просто купила колокольчик, тоже Кьера Каст, это вот бабочки от Милхилы, вам хочу сказать, я не поможет найду или нет, а вот здесь вот, видите, у меня одна пришла, бабочка сломанная, вот видите, то есть она, то есть сама коробка не повредилась, она внутри коробки, вот пришла такая бракованная, неприятно, да, когда ты знаешь, как они дорого стоят, и даже когда ты покупаешь со скидкой, на запусках, Сьер Каст тоже покупал, потому что они там снимают с производства, и купила тогда как-то, ну, за один раз, они были недорогие, всякие такие штучки, потом для прикладного, тоже, говорю, опять же, это все куплено, не с этим раз, я давно уже нашиваю, давно, это вообще куплено, мне кажется, года два тому назад, вот все штуки, так, качественно, вот это куплено на Алиэкспресс, это стеклянный, он с таким покрытием, тоже для всяких маячков, подушечек, новогодних игрушек, недорого было, по-моему, кстати, ой, я купила, они напополам поделили, эти штуки, потому что они там стоят килограмм 200 рублей, ну, что-то как-то просто совсем недорого, это оригинальные, видите, тут у меня небольшие запасы из прошлой жизни, когда я покупала своротки, это те, которые у меня не под дизайн, да, сами по себе, сейчас, конечно, всем этим сложновато, но, в принципе, тоже не критично, все это можно подобрать, можно это, уже что-то другое, я думаю, что можно выйти из положения, конечно, иногда бывают какие-то такие оттенки, сложные, да, капельки, а это, между прочим, тоже, вы не смотрите, да, что так это, это тоже, оказывается, натуральные свороски, это мне Аня подарила, и, то есть, это прям богачество-богачество, да, сейчас я не знаю, такие вот капельки продаются или нет, и вы знаете, когда я показывала, там, несколько видео назад, как я покупала, как ко мне шла посылка сложная, с 1-2-3-стич, и я делала там заказ на большую русалку от Меропили, и было много подвес, знаете, когда они ко мне пришли, я вдруг увидела, что они-то один в один, вот то, что вот это у меня, то есть, в принципе, их можно было не покупать, вот, видите, Аня какие подарки делает, так, ну, это всякие вот, подарок тоже, кстати, такие вот, как советские сережки, помните, были с рубинами раньше, я, кстати, даже использовала в каком-то неусиле, это я тоже стараюсь, когда-то давно покупал тоже, там, целый килограмм, прям большой пакет у меня был, в американском магазине, вот у меня сколько осталось, тоже я использую для новогодних, наши эти игрушки, они хорошо смутаются, а это вот остатки, былой роскоши, это когда Сваровские заявили о своем уходе, вернее, не уходе, а то, что они закрывают часть производства, и вот мы с Аней ходили в Леонардо несколько, там выкупили, то, что было в наличии, тогда там очень высокая была цена, теперь тоже Чиркаст, так что тоже вот лежит, на случай оформления, тоже какие-то штучки мне дали, видите, подарок, когда-то, клеили и пришли, вот, это я думала делать с сумочкой, но так руки мне не дошли, сейчас я вам, поставлю вас на паузу и покажу еще одну коробку, и сейчас я вам покажу уже то, что для организации процессов у меня есть, вот, различные органайзеры, я ими крайне редко пользуюсь, потому что чаще всего я просто так высыпаю на поднос и быстренько вышиваю, или, если прям совсем я понимаю, что надолго мне растянется, то вот так вот у меня еще органайзер для бисера, я уже его как-то показываю, очень удобно на зоне купленной, и хорошо смотрится эстетически, так, приятно на столе, и удобно пользоваться, это то, что из инструментов, скажем так, пришивания бисера, здесь у меня всякие нитки разные для бисера, не только, разные, есть в зависимости от процесса, в зависимости от что я пришиваю, куда я разное использую, я даже не могу сказать, что лучше, потому что в зависимости от ситуации, Юли, я люблю меньше всего, скажу, что ее ушивать сложно, но тоже иногда бывает нужно, самые мои любимые для бисера, это вот просто моя любовь, это мию и миюки, это когда-то я купила тысячу лет назад в чешском, по-моему, магазине, был большой магазин по продаже бисера, кристаллов Сваровска, я его только там, мандала комплектовала, его там до веса взяла, очень жалею, что взяла только одно, по-моему, у меня есть, да, другое уже, тоже, кстати, японское, вот это самая крутая нить в миюке, потому что она, ведь она здесь как бы как приклеенная, и она как восковая, ее, во-первых, не видно, она очень крепкая и очень приятно, удобно, ушать, просто вот, ну, самое лучшее, я считаю, что вот японские нити, иголки самые лучшие, но нити для, иголки для бисера, вот миюки мне не понравились, они очень тонкие, то есть, немножко это не наша история, вот, но при этом я титаном вышиваю, да, и вот такие вот, нити там, или как они называются, тоже какие-то наши, очень удобно, кстати, хочу сказать, липкий коврик у меня, там у меня есть маленькие органайзеры с липким ковриком, такая вот нить, но она хлопковая, по-моему, перчаточная, нити вдеватели, ну, то есть, в принципе, ничего интересного, хотела, а, кстати, знаете, что я хотела вам сказать, что в наборе, который, вот этот у меня, который, он относительно новый, потому что перевыпуск, здесь была другая бисерная нить, ну, бисерная иголка, я хорошо ношусь к бисерным иголкам от Mill Hill, они очень хорошие, мне не нравятся, бывают там немножко бракованные, да, но чаще всего очень хорошие, то есть, я их прям все храню, берегу, пользуюсь, но они меня, правда, надо выходить в строю, гнуться и так далее, но, вот в перевыпуске, очень крутая была иголка, там я ее прям сразу, как только на нее посмотрела, увидела, что она вообще даже другого цвета, она по-другому блестит, и вышивается ей вообще, прям вот классно, я ее даже себе в стороночку отложила, то есть, самая лучшая бисерная иголка, которая у меня была, то есть, они, видимо, поменяли производителя, поставщика этих нить, и вот такая у меня есть коробочка, тоже с соседкими красивостями, красивостями, просто вам покажу, перебирать, это когда-то у меня, тоже в американском магазине, покупала, маленькие пуговки, драсса, не знаю, для чего, но тоже, может быть, знаете, какие-то подушечки, такой вот у меня есть пин, вот, вот, Susan Clark, конечно, сейчас закупки, это вообще, стараешься мне не делать закупки, а это мне подарок, представляете, под рукодельную, я не знала, что у Susan Clark есть такая вот, большая вот пуговица, вообще чудесная, спасибо большое за швальшицу, которая мне ее подарила, делала покупку у нее, это моя тарелка, вот так, конечно же, я купила в свое время, вот эти чайнички, когда-нибудь я сделаю, в районе сделала, какой-нибудь попрошу, обращусь за помощью, чтобы мне сделали пины, и когда-нибудь я вышел этот кубик, ну, не знаю, сейчас пока, у него вдохновения нет, но лежит, пускай будет, тоже когда-то купила в американском магазине, такие перламутровые кольца, для органайзера, то есть, я все-таки тоже еще велею надежду шить, органайзер небольшой, для иголок, для ниток, чтобы нитки, навешивать, они вшивают в органайзер, тканевый, и сюда вы навешиваете нитки, приятные, тоже, не знаю, видимо, что-то мне очень надо было, а, это когда-то тоже в американском магазине, у меня был такой лот, и там были такие пуговицы, но я хочу сказать, кстати, это пуговицы итальянские, пандам, а, не Таиланда какие-то, а вот эти, вот итальянские, страшнючие, но, Италия, тоже храню здесь, несмотря на то, что это такая вот пуговица, у меня там же было, вот в этом же пакете, куплено, это мне подарок был, как раз вот на Авито, девочка, которая продавала пресиозу полосатую, она же продавала, она просто у меня лежит, вот как раз скомплектованный, под мемори 15 пакет, у меня там конверт лежит, и у нее же я купила пины, с оленем и зайчиком, на пирамидке от Just Nair, тоже по вполне адекватной цене, и вот такой вот павлина мне положили, я думаю, что если вы забьете Just Nair, то вы быстро найдете эти позиции, эти объявления, если они еще есть в наличии, это я, моя первая закупка была в Сен-Кларке, я просто не представляла, что бывают такие еще огромные, это даже как брошь, наверное, не пугается, а брошь, тоже пока лежит, пускай будет, когда-нибудь ее кто-нибудь приспособлю, это к водониме мне буду тоже вышивать Just Nair подбором, это всем известный, все мы покупали на формуле рукоделия, да, Лидия Пейдж, керамические пуговки, вот такие вот чудесные, вот, всегда стараюсь что-то у нее купить на формуле, вот такие, это, кстати, сумочка, у меня там где-то еще одна лежит, я для куколок думала приспособить, но не знаю, пока до куколок, когда мне дойдут руки, тоже это, ну, не одна покупка, не сразу, все это я, вот тоже для куколок, это все закупки не за раз, постепенно, это когда-то на лест-стресс, всякие побряковки, иногда все-таки бывает, и дождаются, у меня лежат, это я в санфлауру покупала, девочки, вот, сами раскрашивали, вот прям, этого коника все, хочу приспособить, вторую зиму хочу вышить подушечку от JustNand туда, которая солдатикам туда сделать, этого коника, по-моему, Наташа Толина 60, так сделала, я вот у нее, по-моему, увидела, и после нее, вот так вот, решила, ну, тоже хотела сделать, это не знаю, что такое, это, по-моему, подарки, да, вот, каких-то, что это, смесь оленя с лягушкой, или что это, кошка, не знаю, такое вот сердечко, по-моему, в подарок мне дали, это, кстати, хочу вам сказать, такие подвесы с серебряным покрытием, гринберди продавали, девочки ездили без меня, вот, но Аня, молодец, она купила и на меня тоже, не дай бог, я останусь без запасов, тоже приспалю, там феечка, видите, сердечко, ракушка, по-моему, это, да, да, ракушка и черепашка, тоже, думаю, пригодятся, это у меня была американская, дурацкая схема совершенно, но там был хороший пак, было много таких пчелок, ну, как, штук 7, наверное, или 5, у меня только 2 осталось, они хорошие, они такие, знаете, маленькие, аккуратно сделанные, у них ехтут, берегу, вот такие вот у меня, штуки, это Сьюзен Кларк, это у них не глазки, такие пиресы, это все, поджастные, это мне, по-моему, Ирина, дарила Минникова, тут тоже пригодится, вот какой-то сделать, органайзер, или что-то, да, хорошо, осилю математику, конечно, хочу вам сказать, подвесы, Сьюзен Кларк, это тоже, та еще зараза, потому что, все хочется, да, и иметь, и вышить, и использовать, они, конечно, очень хорошо сделаны, они стоят своих денег, что, каких-то я покупала, видимо, не то, что повторы, да, я целенаправленно брала по несколько вариантов, чтобы посмотреть, что подойдет, вот, такие вот еще орешки, вот на этом все, так у меня хранится бисер, все это у меня хранится в большой коробке, архивной, и, то есть, если мне что-то надо с бисера, я ее целиком достаю, достаю все, что у меня оттуда надо, девочки просили меня показать мои запасы, остальные мои коробки, не знаю, получится мне это сделать или нет, потому что запасов у меня много, я, если честно, этого стесняюсь, потому что я считаю, что это так себе история, да, вот, но, может быть, по мере возможности, да, если вам это будет интересно, я буду постепенно, постепенно, такие видео делать, но не сразу все, да, а так, между событиями в своем вышивальной жизни, на этом все, спасибо, что посмотрели, спасибо, что написали, подписывайтесь на мой второй канал, на Дзен, все ссылки под видео, и увидимся в следующих видео, до свидания. Субтитры сделал DimaTorzok